6 все время пошло ждем я подержу а ты мне коробку принесешь я уже подниму я поставлю пока и у меня А кто может имена у меня называть? Вероника, Ая, Наташа Иванова, Алла Гьянова. Ещё одного ждём и начинаем. Всё, отлично, можем начинать. Добрый вечер, дорогие друзья. В 18.00 я обещала выйти в прямой эфир для того, чтобы открыть нашу очередную коробочку, очередной ланчбокс. Ждём ещё, пока все собираются. Я напомню правила игры, по которым мы играем. Правила игры таковы. Мы создали адвент-календарь из ланчбоксов Таппервары. И каждый день в ожидании Рождества мы открываем одну коробочку и в ней находим одно изделие Таппервары, которое я рекомендую использовать как подарок вашим родным и близким к Рождеству или Новому Году. Но, прежде чем мы откроем коробочку, сегодня... Какое число? Девятое? Я уже третий раз спрошу. Сегодня, наверное, 9 декабря. Сейчас мы её откроем. Но, пока все собираются, я хочу немножко дополнить вчерашний эфир. И вчера мы говорили про омлетницу. И я не сказала, но это очень важно, что омлетницу Изи Дилайт Таппервары можно использовать просто как для разогрева еды. Это тоже очень хорошие мысли, очень хорошее, как бы, ну, классное замечание, что можно просто не доставать кристалл вейвы какие-то, а подогреть вам лестницу и поесть в ней. Так, я бы хотела ещё, как бы, пояснить, поскольку такие дискуссии там разгорались, почему я не включаю в список подарков ножницы. Знаете, почему? Ну, во-первых, там Катя Горбунова, спасибо тебе за классный комментарий, за вовлечённость в эфиры. Катя Горбунова прокомментировала, что дарить колющие и режущие предметы — это к ссоре и к разрыву отношений. Может, Юра, поставь пока штатив, чтобы ты не трёс камеру, потому что, ну, я попробую... Как мне надо говорить, чтобы мне не было отрезанной голова, или что? Как мне, так? Ну вот, попробую пояснить, да, Катя, тебе спасибо большое за этот комментарий, за вовлечённость, тебе достаётся приз симпатий за вчерашний эфир, и ты точно так же, как и другие победители, можешь подойти и под ёлочкой в этом ящике выбрать себе подарок. Спасибо, ты права, я именно по этой причине не рекомендую дарить колющие и режущие, Но есть ещё одна причина, по которой я не хочу этого делать и не хочу рекомендовать это вам. Знаете, у меня в арсенале есть история, когда моя клиентка одна заказала херб-чоппер, и её ребёнок порезался ножами, оставленными в раковине. Ну и как бы проекция, да, вот раз ребёнок порезался, раз чоппер, вот как бы ножи чоппера порезали ребёнку пальцы, то виноват кто? Виноват тот, у кого она купила этот чоппер. То есть это вот такая проекция людей, ну не знаю, перенос какой-то ответственности, да, и вот оттуда у меня родилась эта мысль, что не надо людям дарить какие-то такие, ну ладно, чоппер без него никуда, я знаю, что эта история просто немножко нездоровая, но ножи и ножницы действительно вы можете подарить острый предмет, человек им порежется и будет это, ну как бы проецировать это на вас. Это не ко мне, это психологов, но пока ножниц в моём списке рождественских подарков нет. Ножницы действительно прекрасный, классный подарок, но пусть эти хозяйки покупают их сами. Вот, я обещала добавить в коробку шейкеры как подарки, я их добавляю. Кроме того, я очень хочу добавить в эту коробку с подарками, которые вы будете выбирать, столовые приборы, потому что я их обожаю, во вчерашнем эфире я их представляла, и сейчас в нашем регионе можно их купить по очень хорошей цене, еще немножко осталось. Дальше, я добавлю еще один подарок сюда же, потому что как-то не обратила внимание на эту бутылочку, но это как бы баффало, да, баффало, баффало, господи, что это такое? Баффало это бычок, а оказывается, что эта бутылка-то является символом наступающего Нового года, потому вот тот, кто первый успевает прийти за своими подарками, тот сможет как вариант выбрать себе вот такую классную бутылочку баффало и использовать ее как новогодний подарок, да, экономить и деньги, кстати говоря. Так, ну вот, позанимала паузу немножко, это добавляется нам к подаркам, и теперь наша задача выяснить, кто же отгадал сегодняшнее изделие. Итак, я открываю следующую коробку, сегодня среда. О, смотрите, у меня тут тоже, кстати, бучок и коробка. И, кстати говоря, эти единорожи, белые и розовые, они у нас есть в разделе распродажи, можно использовать как новогодний рождественский подарок для девчонок, как символ Нового года. Только сейчас я об этом подумала, тоже обратите на это внимание. Итак, за сегодняшний день мы открыли коробочку, и здесь, тадададам, тадам, ну, редкое изделие. Чау-чау-чау, если бель. Здесь очень редкое изделие, которое, мне кажется, за все эти дни, ну, единицы называли, или вообще только под вчерашним комментарием первый раз назвали. Вот, здесь скребок для стекол. Одна девочка написала просто скребок, и я могла бы не принять этот ответ. А ну, по справедливости я обещала, что надо конкретизировать. Я не могу принять ее ответ, потому что просто скребок. А у нас сейчас скребок, это скребок для теста, да, есть скребок для льда, а есть же скребок для окон, для стекол. Вот он. Одна девочка только ответила правильно. От души поздравляю эту девочку. Это Вероника Шчура, уже не знаю, третий или второй раз тоже выигрывает. Вот, Вероника, пожалуйста, пожалуйста, подарок твой под елочкой. Можешь приходить забирать. Умница. Догадалась, что это скребок для стекол. И вот оно, да, вот так выглядит. Цена его в каталоге 15.90, довольно-таки серьезная цена. Но я же хочу привлечь ваше внимание. Все об этом забыли. Вот реально все, кто консультанты у нас отличники, кто консультанты такие не очень отличники, кто просто покупает себе для души, но забыли об этом исключительно все. Что помимо текущих специальных предложений, помимо каталога текущего, помимо распродажи, у нас есть еще замечательный каталог с эко-предложениями. Это как бы эко-ресинаами, чтобы минимизировать отходы. Это изделия, которые сделаны из переработанного пластика. Там очень много классных, интересных вещей. Там есть эко-бутылочка маленькая за 5.90, там есть сумка для обеда, шикарная, очень красивая. Там есть ланчбоксы, там есть трубочки. Там еще есть эко-горшки, да, которые тоже выполняют свою задачу вот-вот-вот в сфере минимизации отходов. Так, еще там есть компостер, но и там есть тот самый скребок, о котором сегодня вам буду рассказывать. И цена его здесь всего 9.90, экономия 6 евро. Так, теперь, почему я выбрала скребок? Сейчас, секунду. Почему, Юра, если есть вопросы или что-то, ты мне говори, да? Почему я выбрала скребок этот? Потому что 9.90 для подарка отличная цена. И когда у вас есть люди такие, может быть, знакомые подруги, доктор, парикмахер ваш, мастер, который в течение года, да, вкладывает энергию и душу в вашу красоту. Когда у вас есть, может быть, нянечка, воспитательница. Ну, кто-то, кто-то, кому сложно придумать подарок. И, например, бутылка у нее есть, миски вы не знаете, какую ей подарить. Ну, разные могут быть причины. А еще очень важный момент, что у вас в окружении могут быть мужчины, знакомые. Это может быть ваш брат, это может быть сосед классный, который вам там колесо постоянно помогает починить. Это может быть, ну, просто человек, которому вы хотите сказать спасибо, ну, как-то красиво сказать спасибо. А по-таперваровски сказать спасибо – это сделать человеку приятное, облегчить ему жизнь в повседневных задачах. Так вот, этот скребок отлично выполняет эту роль. И подойдет он, ну, например, подруга есть с детками, которая там двое-трое-пятеро детей, ей надо облегчить жизнь дома. Сейчас скажу, как будете облегчать. Например, вот мужчина сказала, и автовладельцы – все, у кого есть машина, все, кто перемещается на машине, будут рады такому подарку. Это не просто какая-то свечка, это не просто какой-то кусок мыла, там, не знаю, полотенце 35-е, ну, не знаю, что дарить. Ну, что, сладкое все перестали уже в окружении моем, по крайней мере, перестали есть сладкое. Что подарить? Вот, за 9,90 суперечиски. Дальше, смотрите. У этого скребка, ну, начнем с того, что он из серии «Ресайкл», то есть он выполнен из переработанного тыпервара пластика. Дальше, у него двойная резинка, то есть он делает двойную обработку. Не знаю, сейчас будет видно или нет, Юра, если я налью чуть-чуть воды на стол. Вот как бы у него двойная резинка, и он сначала вытирает одной резинкой, и потом, знаете ли, еще вытирает второй резинкой. И получается все сухо. Вот видно, что сухо все? Видно? Или нет? Свет надо поймать так, чтобы видно было, что все тут сухо. Видно было? Немного. Ну, хорошо. Смотрите, я еще раз наливаю. Вот здесь вода. Разлили дети компоты там, не знаю, что еще. Окна вы моете. И вот я вытираю, и он абсолютно сухой. Все. Убрала эту воду, и она по кончику стекает вот сюда. Так, значит, двойная резинка, переработанный пластик. Он широкий, поэтому вот вы делаете вот такие красивые движения. Хопа! Ну, стол или любая поверхность, или стекло у вас сухое. То есть, широкий, и у него большая площадь уборки. Коэффициент полезного действия у него высокий. Дальше есть дырочка. То есть, вы можете подвесить ее за дырочку. Но у меня в машине, например, он лежит вот так вот в дверце машины. Теперь, что с ним нужно делать? И главная моя фишечка на сегодня. Сколько их должно быть у нормального человека? Вот смотрите. Первое. Сейчас я показала вам, как жидкость он убирает с поверхностей. То есть, а, думаете, ну, на кухне периодически, ну, действительно же он нужен, да? На кухне, ну, это так-сяк, но первый пункт. Второе. Все мы сталкиваемся с вами с проблемой такой мыть стекла и окна. Я понимаю, что те, кто крутые, конечно, могут вызывать службу какую-то там раз, ну, как там, весной и там осенью, да, помыть. Но у кого есть маленькие дети, кто живут в частных домах, например, да и в квартирах, это тоже большая проблема. У нас офис тут на территории ВЭФ, у нас постоянно окна грязные от этой пыли городской. Окна нужно, ну, как бы хочется очень мыть, но это дорого. Сталкиваемся с проблемой мыть окна и мыть зеркала. У кого дома есть зеркальные двери в шкафах, то вот эти ладошки, они вечно-вечно имеют место быть. Смотрите, как им мыть окна и зеркала, стекла, двери стеклянные и так далее. Вы берете какую-то любую тряпку, обычную, вот я первую попавшуюся взяла, это не топпервара. Вы любую мокрую тряпку берете, чтобы смочить это зеркало и убрать грязь. И я вот так вот мою зеркало, оно стояло у нас в туалете и довольно-таки грязное. Вот, помыла и на нем сейчас есть ворсинки, ниточки, грязь и все такое прочее. Теперь беру скребок и скребком убираю всю эту влагу вниз. Видно, слышно? Когда я убрала влагу вниз, да, с окном, если у вас большое окно, вы делаете вот такие вот движения. Ну вот, казалось бы, вот такие, да. Еще, кстати, его преимущество, он подходит и для левшей, и для правшей. И эргономичный, очень удобный. Ну вот, и третий заключительный этап, это тряпочка из микрофибры для мытья окон или стекол. И теперь вы просто насухо вот так вот натираете, полируете как бы, да, вот такими вот круговыми движениями. Лайфхак еще один. Если вы моете дома окна, то с внутренней стороны, например, вы можете делать это вот такими движениями, как бы горизонтальными. А с внешней стороны вы можете делать вертикальные движения, правильно? Не путаю вертикальные. Горизонтальные, вертикальные. Для чего? Для того, чтобы когда вы отойдете на несколько шагов назад, чтобы посмотреть, чисто ли вы вымыли окно, вы увидите тогда, с какой стороны вам еще нужно дошлифовать, да, где какие разводы, и так это поймете. Так, все, у меня зеркало чистое. Значит, первая у меня была кухня, вторая зеркала, стекла, двери, прочее. Третья, это моя любимая, душевая кабина. И помните, когда сказала вам про мам с детьми, про подруг с детьми дома, которые, блин, не только вечно у плиты стоят, да, и только обедом покормил, только завтраком покормил, уже хоть надо всем обед готовить, только после обеда посуду помыл, так уже надо, уже и ужин надо готовить. Все, честно говоря, задолбались уже, простите мой французский, но еще и надо постоянно поддерживать чистоту в квартире или в доме. Так вот, душевые кабины. Просто нужно всем домашним ввести привычку такую. Когда вы приняли душ, пока вот вы стоите еще и с вас вода стекает, может быть, там полотенце рядышком замотались, просто нужно сделать вот так вот, ну да, пять-шесть движений с этой стороны, там, с этой стороны. Но вы убираете эти капли, эти подтеки, которые потом высыхают, у кого-то они превращаются в такие известковые, да, такие следы. Вот, меняйте привычку и просто приучайте делать так. Дальше, у кого есть бани или душевые, где на кафельных стенах остаются следы, то же самое. Просто один скребочек кладете себе в эту баню, в ванну, в душевую, да, и так далее. Значит, один скребок у вас живет на кухне, второй скребок живет в ванной или в душевой, третий скребок у вас живет в машине, как я уже сказала. Значит, для чего он нужен всем в машине? Для того, чтобы убирать конденсаты. Когда вы садитесь в машину, у вас начинает греться машина, ту-ту-ту-ту-ту, образуется конденсат. Вот, вы не тряпкой какой-то или там своим шарфом, я не знаю, чем обычно все люди вытирают, да, а вы берете и аккуратно-аккуратно вот такими движениями кайфуете и убираете этот конденсат как с внешней стороны, так и с внутренней стороны. Если появляется мокрый снег, то мокрый снег он и тоже убирает очень хорошо, но он не является скребком для льда, за скребком для льда придете к нам попозже. Вот, такая классная вещь, рекомендую я от всей души. Скидка 6 евро надо брать, обращайте внимание. Вот, Веронику поздравляем, все я рассказала. И еще последних у меня есть две фишечки на сегодня. Первая фишечка. Помните, я представила вам на днях спейсмейкер. Спейсмейкер объемом 3,4 литра для больших объемов разных продуктов. Да, мука, сахар, хлопья, гранола, например, корм собачий, кошачий. Все, что хотите. Вот, корм детский, который, ну, хлопья, в смысле, да. Тоже хорошо, хорошо. Вот, но и как идею сегодня хотела вам показать, как здорово можно оформить подарок. Вы можете, кому надо, напишу в комментариях, где за 2 евро можно купить гирлянду на батарейках. Вот так она смотрится классно. Запаковывайте в слюду, и когда дарите, включайте, да, и подарок ваш имеет совершенно, как бы, другой антураж, другое настроение. Если под елочку поставить, то тоже будет очень классно, и ваш подарок запомнится. Очень хорошая цена, моя любимая коробка, обожаю. Не пропустите, торопитесь заказать, пожалуйста, могут закончиться. И второе предложение, это уже из ярмарки рождественской. Я потихонечку, потихонечку, каждый день буду представлять новое изделие за очень хорошие цены. Мы не можем называть цены, потому что в наших регионах они могут меняться. Вот, но сегодня представляю для всех зрителей эфира литровую миклосблюду. Это литровая мисочка как бы для теста она называется. Но она, конечно же, универсальная миска. Та первая, с герметично закрывающейся крышкой. Очень приятный цвет, такая закругленная нежная форма. Если вы любите вот небольшие порции чего-то миниатюрное, то вы ее оцените. Она очень классная для творога, для фарша, для салатов каких-то, которые не делаете большими объемами. Например, корейская морковка или что-то такое. К вашему капустку сюда переложить. Вот, у нее, как и у всех герметичных классических чаш, таппер вары, крышка закрывается по кругу, нажимаете на центр, выпускаете воздух. Вот, вот такая прелесть, классная. Цена будет очень хорошая. Цену я, цену будете искать на нашем сайте или спрашиваете у руководителей групп, они после эфира получат всю информацию. Так, такие у меня были новости на сегодня. Я очень надеюсь, что я сказала все. И кто следит за моими выпусками и новостями, тот, наверное, видел. Мы сегодня запустили тизер этой передачи TestIt, которую мы придумали и создали с моими помощниками, с моей командой. И суть передачи будет заключаться в том, что мы будем приглашать интересных людей Латвии, интересных людей Риги к себе в гости на нашу кухню, в кулинарную студию. Будем с ними говорить о том, что они делают, как они к этому пришли и почему стоит выбрать их продукты, их конфеты там, не знаю, лапти, что-либо еще. И параллельно будем готовить какое-то их любимое блюдо или интересное блюдо. Вот, очень интересный замысел передачи. Я горю просто этим проектом, очень давно о нем мечтала. Поэтому, если у вас есть интересные люди, которых мы можем пригласить к нам в студию, чтобы о них узнали наши сограждане, пожалуйста, пишите, лично звоните. Когда есть время, я обязательно отвечу. Все, спасибо всем огромное за внимание. Мы встречаемся завтра. Время эфира я напишу попозже. И спасибо всем. Пока-пока. Пока.